Продолжение следует... 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 8 глава, 26 по 33 стих. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И бросилось... Продолжение следует... 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 А он рассказывает, что сделал ему Иисус. Итак, и нам, когда сделаем кому-нибудь добро, не должно желать проповедания об Оном. А тот, кому сделано добро, должен возвещать о нем, хотя бы мы и не желали всего. О. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 27 по 30 стихи. Все предано мне, отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Толкование. Выше Господь сказал отцу, отче, благодарю тебя, что ты открыл. У меня и у отца власть одна. Когда же слышишь предано, не подумай, что ему предано, как рабу или как нишему напротив, как сыну. Ибо ему все предано, потому что он родился от отца. Если бы он не родился от отца и не был одного естества с отцом, то и не было бы ему предано. У отца и сына сила одна, потому что открывает и отец, и сын. 28-30 стихи. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мою благо, и бремя мое легко. Обремененные тут правильно. Толкование. Призывает всех вообще не одних иудеев, но и язычников. Под труждающимися надо бы наразуметь иудеев, как проходящих тяжкое законное послушание и трудящихся в исполнении заповедей закона. А под обремененными язычников, которые обременены были тяжестью грехов. Всех сих Христос призывает к успокоению. Ибо что за труд уверовать, исповедовать и креститься. И как не успокоиться, когда здесь бываешь без печали на грехах, сделанных до крещения. И там получишь вечный покой. Иго Христова есть в смирении и кротость. Посему, кто смиряется пред всяким человеком, тот имеет покой, пребывая всегда без смущения. Тогда как тщеславный, грабеливый, находится в беспрестанном беспокойстве, опасаясь лишиться чего-нибудь. И усиливаясь, как бы больше прославиться, как бы победить врагов. Это Христово иго. То есть смирение легко, потому что нашей униженной природе удобнее смиряться, а не превозноситься. Впрочем, игом называются и все заповеди Христовые. И все они легкие по причине будущего воздаяния. Хотя и в настоящее краткое время и кажутся тяжелыми. Комментарий Игнатия Латкина на слова Филакта. Уверовать, исповедовать и креститься. Иго Христа – это иго любви. Возрожденная от Духа Божия, искупленная Иисусом душа, подобно Марии Магдалине, подобно невесте в песне песней. Успокоение даже среди огненных испытаний она находит в себе, только свидетельствуя о женихе своем. Исповедовать Иисуса в этом мире – это радостный, животворящий труд, свободной во Христе, облагороженной, деятельной, обновленной души. Это иго они с радостью несут на свободе и вузах. И этим они вдохновляются и переходят от силы в силу. Псалом 91, 15 стих. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Ипсалом 103, 33. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть Господу. Да, Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Молодец. Хорошо ты читал. Здесь пафосы. А Барышникова у нас все те же. Татьяна Сенгаева позвонила, коленку разбила, упала. Ведь баб ноги болят. Валентина Барышникова у нас не приехала. Скользко и темно у них там. Просто побоялась. Но на следующее пообещала приехать. Вот так вроде с горова. Миша. Миша. Молимся о нем. Он исчез? Нет. Сейчас нормально все лечится. Должен прийти. Ну, продолжайте молиться все равно о нем. Валентин Казахстана звонила в пятницу. Послали мы ей книги. Но она еще пока не получила, а деньги выслала. Надо будет на этой неделе ей получить. Выслать. Мария Яковлевна звонила. Она звонила, ей звонила Наташа. Разговор у них долгий был. Мария Яковлевна говорит, ты мне всегда звонила очень часто. А сейчас, ну, хоть, ну, это. Она говорит, сейчас просто некогда совершенно. А Валерия что-нибудь говорила? Валера, у Валерия сделали семь химий, но пока они прекратили, сказала. Ездят они в понедельник и вторник, они ездят в клинику, где он работает. Это частная клиника. И они там оба работают. В смысле как, Валера ей подсказывает, что там как, а она работает. Получают оба. Валерия и Наташа, в общем, в средствах они не нуждаются, потому что, ну, хорошо они там получают. А дети учатся дома, они их забрали из школы. В школе, говорят, ну, никак, короче, не удовлетворяет эта школа обучение. Они дома учатся. Это с ними сильно? Они едут, нет, они едут всей семьей, потому что он ведет машину, Наташа пока не может. Вот просила она молиться, она должна сдавать экзамены на вождение машины, чтобы ей вот как-то... А куда они едут-то? На работу. На работу. Клиника, ну, видимо, в стороне где-то клиника находится, а с ребятишками вместе, все ребятишки, все едут. Она, конечно, очень устала, мама, пока не добились, они добиваются, но мама пока... Санкции, санкции. Ну, слава Богу, хоть это знаем. Ну, как вы, молитесь, все любят. Как мы и так молимся. Я хотел, как этот исполнитель-наблюдатель старший замечание сделать и начну вот с чего. Вот слышали проповедь, я вот сам читал ее. Ну, вот представляете, как относится учитель к первокласскам. Вот когда мы только пришли, я помню, пришел, мама мне дала бутерброд. Ну, котлета и там, и яблоко такое большое на хлебушке. И я пришел и что-то сразу есть захотел. Если бы я не захотел есть, то я бы сейчас это не вспоминал. Ну, я первокласска. Посадили на первую парту. Я такой улыбающийся был, у меня нос не сломанный еще был, такой нормальный прямой. Зубы редкие такие. Я там везде на фотографии улыбаюсь с автоматом, там с лошадкой, в гуденовке. Ну, и всегда улыбаюсь, и везде так зубы. Ну, и дать меня посмотрели, такой мальчик прилежненький, хороший, посадили. Я тут же достал бутерброд. Прилежненький. Ну, и прежде чем начать обучение, я немножко вкусил его. Ну, мальчик захотел кушать. Ну, так же весело, да, смешно. Я как раз про это и говорю. Ну, про смену, ничего нормально. Можете посмеяться, улыбнуться. Ну, просто говорю, как оно в жизни было. И она меня не отсадила, учительница, ничего. Она посмотрела на меня и говорит. Дети, подождите, урок начнем тогда, когда вот мальчик, тебя как звать? Игорь, жую дальше. Сейчас Игорь когда позавтракает? Тогда начнем. Ну, Игорь позавтракал, быстро. Я моментально все съедал. Ну, все, готов? Да, готов. Ну, все, давайте начинать наш урок. И вот так же стоит златоуст перед людьми и начинает говорить им. И начинает радостными словами. Как я рад, что мы сюда приходим для того, чтобы воздать славу Господу. Вы все возлюблены Господом. И продолжает дальше. А потом начинается увещевание. Оказывается, некоторые люди ведут себя, ну, они небесноватые. Он говорит, как беснующиеся ведут себя. Что-то там выкрикивают. Ну, помните, я не про нас говорю, хотя и у нас бывает некоторые начинают спорить со смотрителями-наблюдателями. Прям толкаются там, убегают даже, обижаются что-то. Последние прям службы. И это то же самое. Все, запоминайте о чем. Нужно просто стоять и внимать с радостью и трепетом. То есть в страхе Божьем. Ну, извините, я вам прямо могу сказать. Даже я, смотря на вас, могу сказать. Ну, нет у нас такого страха у многих. Ну, нету ни такого страха. И не придумывайте мне, что есть. Начну по одному поднимать и увидим, какой там страх у кого. А почему? Я продолжаю дальше. У нас тут сейчас идут противостояния. Постоянно, как говорится, две оси. Как бы одно добро это Россия, а другое зло. Это там все, что на Западе. Но это еще бабушка надвое сказала, где там зло, где добро. Ну, противостояние идет. И вот там все мерятся силой. У кого там стальнее, громче звучат колокола эти. Кто там правильнее, осанка у кого. И вот приехали. Ну, все говорят о мужестве бойцов. Показывают Сталинградскую битву, как у нас там все. Показывают со стороны, какие у нас воины мужественные. Показывают со стороны немцев. Немцы не меньше испытывали. Там у них тоже вши были, оказывается. У них бани не было. Вот в чем дело. У русских были бани. 300 метров до Волги. Всего. Идут. До Волги 300 метров. Там огромная круча. В землянке глубоко под землей вырыта нора. И там парятся русские воины. Каждую неделю баня была должна быть обязана. А немцы, вот они с пушками, с танками нападают. И везде трупы. У немцев вши. Дух падает, войско. А у русских в баньку сходил. Эх! Сразу зарядился. Вроде как молодец, мужественный. Но это не к тому, что не мужественные были немцы. Они тоже не менее мужественные. Потому что дошли далеко до нас. Они побеждали. Много пленных взяли. А? За кого? За наших или за них? Я за Христа. Я за Христа. Не забудьте, что в 41-м году, к октябрю месяца, у немцев погибших, это я прям специально данные посмотрел, чтобы мне не говорили, это неправда. Было 250 тысяч погибших. Приблизительно даже, не полностью. Погибших 250 тысяч. В этот самый момент, к октябрю 41-го года, пленных только советских воинов было 3 миллиона 800 тысяч. Про убитых не буду вам говорить, чтобы не вздрогнули. В 6 раз больше убитых было. В 6 раз убитых больше. А сколько пораненых? Поэтому не надо мне рассказывать сказки. Не знаете ничего. Вы интернет ныряйте, там все есть. Я говорю дальше про великих воинов, там и могущественных, и так далее. Я за другое. Вы сейчас узнаете, за что я. Я как исполнитель наблюдатель пока рассказываю. И вот приехали к нам сюда, ну, для того, чтобы, как бы, к границам России, американцы. И остановили их где, ну, чтобы они адаптировались в Швеции. И вот наступили у них там холода. 8 градусов плюса. 8 градусов. И им уже стало холодно. А когда наступил минус, первые там минус 5, что ли, американцы отказались выходить из казарм. Почему? Не довезли биотуалеты. А без биотуалетов они не ходят. И самое главное, когда они пошли на учения, там, в норвежский лес, там, в шведский, а они, оказывается, ходят, ну, чтобы солдат, он тихий же должен быть, памперсы одевают специальные. Знаете, что такое памперсы? Это когда ты можешь прям спокойно, и по-большому, и по-малому ходить прям под себя. А это все впитывается. Вот эти солдаты. Ну, это нормально, в принципе, я понимаю. Да, солдат ему некогда, он прям на ходу раз и дальше стреляет. Ну, это нормально, но минусовая температура, минусовая, а это же все влажное, и примерзает все гениталии, и так далее, волоски, им больно. Смейте, можете посмеяться, я сам, мне самому это смешно. Но они, я как исполнитель наблюдатель рассказываю, запоминайте. И они отказались выходить из казарм, когда минусовая температура, воевать не будем. Я про великие подвиги наши. А теперь перенесемся на духовное. Благоухание духовное должно быть в верующем человеке. Что такое благоухание духовное? Мы должны быть аккуратные, как американские солдаты. Аккуратные, от нас не должно вонять. Молодцы, там, памперсы, все это, они для этого делают. И мужественные, как советские и немецкие бойцы, которые там под Сталинградом бились, кто парился, а кто просто атаковал и так далее. У нас здесь, я прошу, вот это благоухание мирское не надо сюда заносить. Вот вы там привыкли у себя на работе, вы своими этими духами душитесь на работе, понятно? А вот мне все равно кто. Не надо душиться духами, ни мужчинам, ни женщинам. Находишься среди мужиков и воняет, как будто из порфирированного магазина. Вы что, американцы, что ли? Еще памперсы оденьте. Поэтому я, как исполнитель-наблюдатель, еще раз услышу, нюхаю этот запах. Я скажу эту фамилию, кто это. Понятно, ребята, мужики, бойцы невидимого фронта? Братья. Братья, да. Братья. Вы уж будьте братьями до конца. Ладно, там наши сестры, я знаю, там они при партии у них всякие разные есть. Но эту химию не заносите. Ну и надо тебе чем-то там сбрызнуться. Сбрызнуть с ним настоящим таким, то, что мужское. Пойди у концерта посиди. Правильно, говорю, Надюш? Мужчина должен быть мужчиной, да? Вот я, как исполнитель-наблюдатель, вам это сказал. Без фамилии, без всего. И интересно, мне кажется, да, получилось? Продолжение. Сестры, есть у кого юбки, вот, к сожалению, приходится об этом говорить, гораздо выше десяти. Сами про себя, посмотрите. Так, еще у кого есть слово? Игнат Тихонович, с вам слово. Мы вот потому, что впереди говорили, да, сейчас расскажу. Мужчина-то правильно. Мало того, на работе уходят наши сестры, приходилось даже видеть, красят губы. Из-под ка. Это мимикрия называется. Это нехорошо, и кончится ничем. Не любите мира, и не того, что в мире. Кто любит мир, в том главного нет. Нет любви очень. Бог так установил. Все эти запахи, а их очень много в природе. И они естественные идут. Сегодня как? Ну, друг на друга пыркают. Я зашел, тут угольный склад. У меня бесплатно на уголь, две тонны, кажется. Но бетон, это машину нанимать, надо ходить. Я не беру, покупаю тут. Женщина зашел, только, фу, кто-то с чеснока наелся. Я сразу, я? А чеснок это самое лучшее средство против всех микробов. И потом, это не один раз уже я слышал. И сразу все замолкли, и тают, чеснок, это не боже. А вот эту пакость, о которой брат Игорь Владимирович говорит, это нормально считается. Не зря даже в пустыне, даже в теплое время, Израиль вспоминал чеснок и репчатый лук. Аминь. Это для здоровья было. И хочешь узнать, где евреи, еврей, как говорят, понюхай. И они сегодня также это ценят. Мне потеряешься, как говорит одна, говорит, вот мы купили там чеснок, столько, каждому за стол, две там, называют, зубчика где-то. И за зиму никто ни кашел, ни болел. Это, он сказал, все это к месту. Показывает, как китайцы готовят своих. Китай еще, не самый север у них где-то, но снегу тоже хватает. И показывает, раздетая полностью до пояса, два часа лежит в снегу. Два часа. И как они бьют себя там этими брусками, досками разваливается все. Ну и показывает, что это сегодня, может быть, один из самых сильных спецназов. К слову сказать, один ролик, который я посмотрел, говорит спецназовец, руководитель. Спецназ это люди специально подготовленные. У них такая тяжелая программа. Почему я встаю в 4 часа утра? Нам надо бы это знать. В 4 часа. Кто поднимает? Поднимите руку в 5 хотя бы. Кто встает? Вон, маленькая подняла руку. Вот она. Я тебя здравствую. И он говорит о том, пока ум не занят ничем, что он в это время успевает сделать. О Боге речи нет. А почему нам не сделать так, пока ум не охвачен сомнениями, волнениями дня? Спокойно, не торопясь, помолиться, посчитать Слово Божие. Спецназ это определил. И все на него рот раскрыл, смотрят. Так какая жизнь? А такая жизнь. Она полная энергии. Это тому, что говорили. Мне скидывают материалы. Ну, такой-то вот ролик. Там папа римский говорит. Православные дождутся. Папа придет к ним и наведет порядок. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик и дайте свой отзыв. Я вчера прочитал, и с утра Володю даже сдержал. Давай ролик запишем. И сразу его сумел поставить обратно. Тревожная обстановка везде. Вот смотрите как. Все идет под папу. А у них там много того, что, говорит, Мужчина разжигается похотью друг на друга, делая страму, получая должное возмездие за свое заблуждение. Ну, садомиты. Определяют, что это нормальное. Главное это садомиство, это любовь. 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 Мужчина к мужчина. И все под крыло их, и можно прищищаться, из них ставить там, кого надо. Он идет от протестантов, оттуда идет. И там перечисляется, что папа сейчас здесь делает, какие указы. И пишет это какой-то, кажется, роман. Какой-то Алексишин или Алексашин. Я говорю, он не знает ничего. Все это как бы пришествие Антихриста. Мы должны говорить о том, что известно из Святой Библии. Он будет еврей. Еврейский народ разбивается на 12 колен. Из колена Дайнова, из колена Иудина, Христос. Ну, там, Левейна, Левиты. И вот здесь надо знать. А можно что-то противопоставить? Можно. И нам никогда это не запрещается. А что? Оружие. Самое дальнобойное, которое из-за гроба стреляет. За тысячу лет. Молитва, пост и молитва. Другого не дано. И самое большое сопротивление это, мы дают монахи. Господь сказал, все роды сгоняются постом и молитвой. Почему ученики не могли знать? Вот постом и молитвой не надо ничего. Что монахи придумали? Послушание Авве. Дороже поста и молитвы. Прямо дело, чисто сатанинское. И это монахисти по сегодняшний день вмонтировано. Дороже поста и молитвы. Что? Ничего нету. Личное присутствие Христа. Нет. Простому человеку, невежественному. Самодурствует. И что делают? Вот для себя просто, когда вы слышите, примите это. Вот я в прошлый раз спрашивал пенсионеров, сколько тут? Кажется, 12 нашлось. Я вам сказал, Давид говорит, 118-й псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю, прославляю Господа. За суды правды, за суды, в неделю прошла. Кто семь раз молился в день, хотя бы один день? Вот. Смотрите внимательно. Два человека, ну может быть, кого-то нету еще. Три. Я еще раз напоминаю слова Златоуста. Давид, имея столько обязанностей, за порядком смотреть, государство, война, там где-то. И он говорит о себе семикратно в день. В день. Я считаю так, что утренние и вечерние молитвы считать не надо. Они при начале дня, при окончании дня. Начни молитву, можно взять сюда. Семь раз. Что такое? Я стал думать об этом. Правило Серафима Саровска. Десять, там двадцать раз считать. Отче наш. Богородицу, там пятьдесят раз. Ну правило. Я нашел свое правило. И сейчас им уже пользуются многие в мире и запрашивают. Три святое. Ну, царю небесную утешителю. И заканчивается Отче наш. И сто поклонов. Сто это десять десяток. Первое Христу, второе Божьей Матери, третье Ангелу Хранителю, Иоанну Хрестителю, Никола Чудотворец. Дальше все пророки перечисляются. Следующее уже седьмое идет. Святые небесные силы, ангелы, архангелы, апостолы. Туда же входят. Потом отдельно мученики, отдельно святые отцы и жены и девы. Семьдесят семь примерно только имен поминается. А дальше своими словами молись. Это один раз. Сто поклонов. Можешь земные, делай земные, когда разрешается. На это не просто подвинуть. Пенсионеры-то чем заняты? Ну, сами маленько подумайте. Если не сегодня, то когда? Ну, выполни хотя бы несколько раз и скажешь. Я благодарю Бога, что был такой пророк, псалмопевец Давид. И такие слова сказал, они меня коснулись. Через тысячелетие, две тысячи лет назад было. И я почувствовал, какое это благо. Даже разговаривать неохота после этого. Душа продолжает. Уже закончил. А ты знаешь, часа через полтора, пять на молитву. Это особый настрой души, который нельзя передать. Дальше ты считаешь Слово Божие, а сам ждешь, когда будет молитва. Никого нет, ты один. Если сейчас ты не приучишься, ну, в выходные дни попробуйте. Я почему вас так упрашиваю? Потому что говорю о том, что знаю. Уже много лет я держу это правило. Я пенсионер, куда мне? Ну, сегодня я встал. Двадцать минут второго. Второго! И уже все, уже не ложусь. Я в интернете. Сколько ответить писем на ролики. Дальше, ну, люди приходят. На самые незначительные ролики обращают внимание и приходят. Как они рады. Мы думали, православие все закончилось. И такие вопросы задают. Вы зайдите на наш видеоканал. Тринадцать тысяч роликов слишком. Тысяч. И все разбито по полочкам. Где и как. А так ты ничего не знаешь. Скажите, кто что знает про нашего первого иерарха Илариона Капрала. Русской зарубежной церкви. Что с ним сейчас? А вот данные из интернета. Он тяжко болен. Еще в неделе проходит там облучение. Рак. Ну, это понятно. Как Валан там говорил. Смерть еще согласна. Но она внезапно смертная бывает. Внезапно. Я оставлю пол темы на следующий раз, когда еще можно будет. Скажу такие вещи, которые не каждый знает. Он болеет. А теперь уже на его место просят. Просят заранее предсказы. Кто? Вы никогда не додумайтесь, кто. Никогда. В московской патриархии. Вы знаете, когда умер Алексей II. В бабке ходить. Лекарство еще до него было. На его место единодушно проголосовали за человека, у которого один пункт не прошел. Он живет не здесь. Антоний, митрополит Сурожский Блюн. Его на патриарху были. А он в сопротивлении еще участвовал. Там помогал, когда против фашиста боролись. Это человек огромного знания. Подвижник настоящий. Но он живет там. В Америке если президент, он должен не меньше 10 лет перед выборами быть в Америке и жить. И не меньше 35 лет. Ну и как и здесь. Какие-то правила существуют. Если мы хотим, чтобы наш голос был услышан убого, значит, не нужно быть умом убогими. Я прошу, друзья мои, близкие, которые слышат меня сейчас. Пенсионеры, в первую очередь. А это касалось не пенсионера. Давид на пенсии не был. И златоусте его просладает. И он находил время. Время. Что такое одно, я не знаю. Но я знаю, что это всегда что-то было. Это было. Как это больше, меньше. Молитва меньше. Но для нас важно. У мусульман смогли бы ввести это? Пятикратный намаз в день. Пять раз в день. Все до одного мужика. На какой бы работе ни были. Ты водишь такси или автобус ведешь. Разницы нет. Я раньше, когда слышал, еще подробностей не знал. Приехали из Ташкента. И, говорит, едем. Вдруг автобус остановился. Я подождала маленько. Потом, что шофер делает? Глянула, а там никого нету. Я говорю, а где шофер? А ты оберни голову вправо. Я гляжу. Там расстелен небольшой положок. Дастархан. Он на коленях. Советское время. А можно было изменить? Нельзя. Он мусульманин. Аллах ждет меня. Женщина выходит замуж. У нее не аборты делать, а пять сыновей подарить Аллаху. То есть у них везде определенные правила есть. Я не к тому говорю, чтобы мусульмане переходить. А доброе-то мы можем взять. Пятикратно в день встань на молитву. И уже близко к мусульманам будешь. И они не просто где. А если есть там их мечеть, они туда приходят. Речь идет о тысячах. Где-то рядом работают. И они обязательно придут. Если возможность есть. Где-то дома мы находимся. Если на работе тебе позволительно это делать, сделай это. Мы работаем там с прудами возимся. А уже тут Никита был, Володя, Сергей Павлович. Раз Никита останавливается. А мы уже сколько времени молились. От кого не ждешь. Раз толчок. Все бросили мы лопаты свои. Стали на молитву. Где бы ни были мы. Пошли на молитву. Уже там определенное место стало. Да давайте помолимся. Меньше там. Меньше молитва. Да, это молитва. Связь с Богом не теряйте. Заржавеет. Провода замкнет. И в сторону голоса пойдут. Он болен. И предлагают вместо него. Ну, может быть это не официально еще. Тоже Илариона Алфеева. Правую руку патриарха. Начинали с чего? Все собрания. Там это когда было? Я считаю здесь. 2006 год. Санкт-Франциско. Так там были. Только одно. Признать друг друга, что благодать есть. Есть в зарубежной церкви. Я в чем речь не шла. Никакого объединения. Слова одного не было. Я говорю, на этом не остановится. У них власть в дальшехватках. Где коготок увязнут все птицы пропасть. Дальше тянут. Теперь вошли. А кто-то не вошел. Пять лет в переходной период. В России кто никуда не вошел ни в одну юрисдикцию. И не покорился только мы. Две общины. Больше нету. А теперь люди понимают. Это самый правильный был выход. И мы всегда признавали благодать с Московской патриархии. И пишет на меня характеристику. Местный митрополит. Что Игнатий имеет полную связь с Московской патриархией. Через Далтайскую митрополию. И когда батюшка поехал на ищем отпуск, ему дали справку отсюда. Что под судом, под следствием не состоит, но другое. И имеет полное общение с Московской патриархией через нашу митрополию. То есть он у нас бывает, проводошает патриарха, когда служит. И сразу митрополита, потом этого митрополита. Ну и по нашему району там севал. Ко мне приезжал... Ко мне. Потом уже и в Потеряевке человек был. Но его другие не знали. Я лично знал и беседовали не раз. Один удивительный человек живет в городе Москве. Ну мы уже знакомы, больше 30 лет еще видно где-то. Наверное так. Кирилл Сахаров, игумен. Он на Берсеневке служит. От храма Христа Спасителя метров 200. Прямо на этой стороне, только рядом. Старинный храм. Называется храм Никола на Берсеневке. И он здесь был, приезжал. Сейчас он батюшкой говорит, он очень здоровый небо. Он член Союза Писателей. Он в Московской Патриархии. В Патриархате находится. В Патриархии. Но все служит по-старобрядчески. Теперь к нему приезжает Патриарх. А теперь этот Алпеев. Все эти шапки старобрядческие, каждого лестовка. Вся служба идет по-старобрядчески, как до Никона и Грифорда. И когда меня спрашивали, он здесь. А возможно ли, чтобы со старобрядцами... Ну, Патриархия это просит. Давайте иметь общение, объединиться надо, то другое. Я говорю, даже тысячи, доли, процента на это нет. Почему? Нет покаяния в том, что натворили при Никоне. Что разделили русскую нацию. Это первое. А дальше-то остальное это... Можем посмотреть, Гоже или не Гоже. Никак, никак. Но он продолжает служить. Он первый из Московской Патриархии, получивший благодарственную грамоту от митрополита Корнилия, старобрядческого. Я был и сказал, это самый правильный путь не объединения, а любви. Он Московской Патриархии, не единоверческий храм, патриархийный. Но служит все по-старобрядчески. Где бы он ни был, кому бы ни приехал, а ездит он много по России и за рубежом, и везде это насаждает, служит, показывает, что там было здесь. Люди даже никогда не служили. И вот митрополит Алпеев, этот, Иларион, все переодеты, и в интернет выставлено на них служат. Еще некоторые священники. То есть везде нужно найти человека, который бы показал, что мы можем находиться, не теряя ничего, при полноценной любви. Вот этот ролик спрашивает, что делаем. Все везде промасоненное, любовь. Так евреи все захватили, вся печать, вся юриспруденция, все золото, все государственные деятели и дума, там все евреями захвачено. Почему вы молчите? Я не молчу. Я говорю, надо бороться. И бороться любовью. Помнить, проклинающий семя Авраама проклят будет. Это никто не отменял. Благословляющий будет благословлен. Что я благословлен, сами враги признают. То, что Игнатий делает, это никто не сделает. Почему? Моего там ничего нет. Благословение Божие. Нигде никогда не поноси Божий народ. Так они христопродавцы там, ну разное. Я этого не могу говорить. Я должен благословлять как любовью. Любовью, чтобы они обратились, познали Христа, Его любовь. И со Христом лучше, чем без Него. Это первая ступень. У нас была одна еврейка, мессианская. И чтобы они признавали Его за Христа Бога, единого Святой Троицы. Я вчера этот ролик наговорил и показал. Нам нужно знать вот это. А человек, который сидит там, говорит, машет руками, он ничего не знает. Я этой теме в Астонстве создал 14 лет. Мне было за что брать. Все дореволюционное промолотил, выбрал. Все советское на эту тему. Описали много тогда, когда еще сионизм здесь кремили на высшем уровне. И зарубежное. Дальше, то есть, я выставил и сказал, да, мы это знаем. Это необходимо знать. У меня пленки называются М1, М5. Восстанство. Первая, пятая пленка. На шестую и говорили, если будет еще, то только интервью будете брать у Антихриста. Придется в Иерусалим ехать. Ну да, помилует нас Господь. И возражений по сегодняшний день ни одного. Ни одного. Почему? Благодать Божия. И Бог сказал. Теперь я им вчера на это отвечаю. Нам нужно знать то, что написано в Святой Библии. Я это просто объясняю. Смотрите. Событие давнешнее, пророческое. О Христе, допустим, 130 пророчеств насчитывает. Но хоть бы одно, если оно не сбылось, это уже не Христос. А как? Не знаю я как. Бог сказал, и слово его нещетно. Оно вышло. Как Григорий Ницкий говорит, оно имеет воплощение в жизнь где-то. Сказали о Христе. Родился в Ифриеме? Родился? Ну, еще дальше посмотрим. Теперь. Из узб родных младенцев детей устроил хвалу. Я на это сразу вопрос. Скажите, антихрист будет подражать Христу? Во всем. Все пророчества о Христе он берет на себя, чтобы люди поверили, что он обещан Мессием. Но одного пророчества ему никогда не исполнить. Одного. Так у него вся власть. Власть и золото, но не исполнить. А какой? Из узб младенцев и грудных детей устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Безмолвным отрезал язык. Это так обещают святые отцы. Он не сможет это сделать. Он должен объявить это пророчество ложным или перевести по-другому из уст отроков, которых учат. А это младенцев, но в реке матери сосущий ребенок отпустил грудь и закричал. Благословен грядущего имя Господня. И опять за сосок ухватился. Христа должны были продать, как Захария, пророк говорит, за 30 сребреников. Но мы знаем, инфляция меняет все. Перемена строя меняет все. Пленение вообще все отменяет. Но это сказано за каких-то там 630 лет. 30 лет все меняет. У нас за 30 лет что тут было? Сколько один рубль стоил? Сколько сейчас стоит? У американцев один доллар стоил столько, а сегодня там уже сотня долларов. А всего прошло-то там 200-300 лет. И за него дадут 30 сребреников. Все меняется. Бык в это время стоил 5, а человек, тоже, с чего водили раба в деревянных башмаках, 30. Меняется. Бык уже стоит 60, раба стоит, на месте стоит. Столетие все стоит на месте. Никто не может понять, почему. Много рабов, и поэтому никто не берет. Пленных много. И, наконец, исполнилось. 30 сребреников едва коснулись руки предателя. Никто про это не знает. И вдруг сразу поползли цены. Стоимость раба 30, 60, 300. Быть того не может. Так говорит история. Почему пророчество дождалось часа своего. Исполнилось. Пленных нету. Дальше. Рабы стали одеваться лучше уже не в деревянных башмаках. Стоимость его поползла вверх. А если бы 29 дали не Христос. 31 сребреник не Христос. Научитесь смотреть в этот мир. И хотя бы для себя понимать, на какой верстите мы стоим. Мы стоим где-то совсем рядом. Государство Израиль не так давно, в 1948 году, основано. Советская Россия писала об этом. Советские журналы говорили. Ну, кто больше всего противился? Никогда ты не узнаешь. Евреи противились. Никто не хотел ехать. Журнал Огонек. А тогда, вы знаете, корочесть был Виталий, еврей, главный редактор-то. И статья Гитлер-основатель Израиля. Сегодня открывает это все. В Освенциме люди умирали тысячи. То есть 6 миллионов этот холокост поглотил. А для евреев поддельно были там и театры. Единственная печать выходила еврейская. Какой замысел сделан? И Гитлер-мщен масонской ложи. И Черчилль. И Росвельд. Но другие ложи. Это фуля. Или туля его говорят где-то. Наконец он вышел из-под контроля и приняли решение убрать. Убрать это стоило жертву. Это история. Но сегодня, когда показывают, что на это ответить. То Папа Римский там. Я этого не знаю. То есть я знаю это, но дальше мне события не просматриваю. Мне не дано это. Я не пророк. Я только говорю, что в Библии я нахожусь. Сядь в храме. А храм в Иерусалиме как Бог. Не хороший умный правитель. Как Бог. Выдавая себя за Бога. Выдавая себя. Второе Песаре Кисом. Вторая глава. Четвертый стих. И поэтому знаки, которыми сейчас все вокруг начинает меняться. То надо понимать. Вот смотрите. Победили Гитлера. И теперь государство приняли постановление. Нигде нельзя приветствовать, чем так считать халь. Это фашистское. Если где-то ты на машине наклеишь там что-то. Идите в церковь, храм. Крым наш. Все это можно. Но нарисуй. Сластику. Понятно? То есть это преследуется в Германии и везде. И у нас в России закон, который националистические идеи глушит где-то. Придет время. Воцарится одна звезда. Не пятиконечная. Которая масонская, сионская. Так кончится свое. Шесть. Кто знает, что вот этот знак означает? Дьявол. Дьявол. И вот показывают правители в интернете. Там все правители и артисты приветствуют друг друга. Вот сатанинский знак. Вот. Почему? А маленькие ребятишек пугали-то. Войдет ка сзади реза в куче глаза и глаза. Один палец. Что означает посередине один палец и вверх? Презрение. Ну кто-то знает? Презрение. Даже более того. Ну это посылание в нечистые места. Поэтому, если вы хотите узнать, как мы близко подошли, вы на мелочи обратите внимание. Мне пришлось немного коснуться устава масонов. И оказывается, все должны быть в галстуке. А без галстука? Не положено, не будет. Я даже не наш человек. А галстук снял. Обязательно расстегнутся. Застегнутым ни одного нет. Вот посмотрите. Прямо у него видно рядом артист какой-то. Все до одного расстегнуты. Мне знакомый верующий работает в магазине. Расстегнуты. Я говорю, а зачем ты делаешь? А по-другому нельзя. А почему? Ну это показывает, что я открытый такой парень рубаха. Да наоборот, видно, ты разгильдяй, и тебя никто не будет покупать. А когда человек в армии было у нас, если расстегнуты, наряд не очереди. А сейчас все распахнуто. А что это значит? Это много значит. И вы смотрите, вот стоят правители. У одного пять пуговок, десять. Нижняя обязательно должна быть расстегнута. Да что, это пуговка что ли? И не торопись. Я показал, что такое наши пальцы. Значит очень много. Не показывайте никогда так. А просто поклонись. Говори, я слушаю. Вообще пальцами играть не надо. У нас положено два перста или три, как молятся где-то. Все. Католик молится пятью. Я говорил об этом, что самое правильное, как католики его это выражают. Вот человече, не Иисуса Христа, его раны. Я не готовлю. Я тут кое-какие материалы приготовил. И главное, женщина. А женщина одно только нужно. В юбке она еще сходит. Но обязательно без платка. Теперь я принес снимок из Сан-Франциско. Виктор Андреевич подтвердит, что это там было. И тут подходят к лавру. И тут же стоят священники. Десять женщин. Все до одной без платка. Притом это кормилицы, которые готовят. Там людей-то было много. До всего мира. Все. А без колпачка даже в армии нельзя, которые на кухне работают. В армии кто служил, знают. Да что, в армии хоть день нельзя. И второй снимок я показываю. На этой стороне. Вот так перевернуть. Это потеряевки. Шесть человек и маленькие дети. Все давно в платке. Вы не думайте, что мы настаиваем, чтобы в платке были. Они приучили. А здесь никто не настаивает, чтобы они были без платка. Возьмите. Посмотрите. Это нас касается. Я к тому говорю, чтобы мы духовно росли. Теперь, брат, пока передай туда. Я тебе дам еще. Слушайте внимательно. Троицкий православный русский календарь. На 2004 год Свято-Троицкий монастырь, типография, там, Печерский, там, и вот. Как так будет дискать? Джорданвиль. Батюшка пишет здесь. Алтарь, Крестовозвиженская община города Барнаула. Оттуда это мне досталось. Он уже не нужен как бы. Я просто открою. Вот здесь подписи батюшкины, что это в это время он болен был. Теперь сам вот так вот открой в любом месте. Просчитай что-нибудь. Слушайте внимательно. В любом месте, считай, не меняй ничего. Еще написано. Ну, какой-то абзац один хотя бы. Внимательно слушайте. Я касаюсь темы, за которые меня душить будут. Но я об этом должен сказать. Потому что я это все знаю и все время томлюсь. И теперь решил, время кончилось, мне иначе никогда не сказать это. Почему нас везде так презирают? Слушайте внимательно. Кто любит Бога, он поймет, для чего я это говорю. Слушайте. Слушайте. Я открыл книжку канонный перед Пасхой. Давай, считай. Я не открою, что я не беру. Что делать в это время нужно? Чтение книги и деяния апостольских начинается около восьми часов вечера. Так. По порядку. Деяния святых апостолов. Благослови и честный отче прочистить. Ири. Болитвами святых апостолов. Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Чте сами. И начинай читать. Согласно уставу. Согласно уставу следует прочесть всю книгу. Читают все желающие. Дальше. Полуночница. Трёдец. Это слуха названия не имеют. Так. Ири. Присни еще несколько там страниц. Просто так. Слушайте еще. Не торопитесь. Там холодно на улице, а тут тепло. Так. По порядку. Да. Тебе тоже это касается. Святая Троица. Сошествие Святого Духа открылось. Здравствуйте. Чтет. Это открывается. Притом мы не договаривались с ним. Видите, он не... Просто куда откроется? Просто строчек пять. Просчитай еще где-нибудь распахни. На Великой Вечерней. Блажен Муж. Кафизма вся. На Господе воззвах стихиры тревоги на десять. Славы и ныне. Приидите, люди. В ход свете тихий. Прокимен Господь во Царисе. Чтение три. На Литии и на стиховне все праздники. Вы ныне отпущаешься на благословение. Любовь, тропаль, праздник. Все. Видите, еще. Отмахни там. Поближе к концу к этому. Как будто этот торопится. Слушайте. Больше вас никогда никто не будет тревожить этой темой. Считай внизу. Теперь не сверху, а внизу. Ну да, неделя тринадцатая по Пятьдесятнице. По празднество Устыния Пресвятой Богородицы. На Великой Вечерней Блажен Муж. На Господе воззвах стихиры на десять. А кто их от три. Праздника три. И образы четыре. Слава образа человеколюбчего владыка и ныне догматик и же тебе ради. Вот прокимен Господь во Царисе. На стиховне стихи Ракториха. Слава образа Господи воплотил свесенье. Даша, я говорю, это нужная книга. 150 страниц. Хорошо напечатанная. Тебе на память дать ее? Я каждый день, в каждом воскресенье читаю. Повторяю, что это нужно. Но скажите, кто может обратиться от этого? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Притом это ни один, ни день, ни два тысячи лет в России. Люди вообще о Христе ничего не знают. Мы должны задуматься, почему люди уходят в секты. Худо или хорошо, но они понимают. Простые песнопения. Составленные, может быть, и не так уж глубоко. Но они берут от Национа стихотворение. От Некрасова, от Лермонтова. Одну молитву чудную твержу, и наизусть они поют. От Пушкина что-то берут. Сами составляют. Здесь ничего нет. Все замерло на одном месте. И дальше. Кадил одежит в какой руке, здесь говорится. Какая одежда, какой свет, все описывается. Повторяю, надо это. Но кроме этого, наверное, еще надо и не забывать послание к Римуамам. Вера от слышания. Ну, мы слышим. От слышания от Слова Божия. А не от того, в какой одежде священник. Мы все подошли. А это так. Все, что там показано, все ветхозаветнее. Ну, в новозаветной подкладке, обертке. Так назову я, грубо выражаюсь. Но, повторяю, это надо. Я православный. Признаю, молюсь, стою. Ну, надо же оживить как-то это. Как? Перевести на русский язык? Перевели. А кто перевел? Есть люди, которые знают языки. Вот вы слышали такой Георгий Кощетков? Там Александр. Это... Борисов Александр. По-другому в Москве. Они каждый год крестят. Тоже. Приходят к ним там... Они там Агапу решили возобновить то-другое. Там Брова на движение. Говорят, вот так вот. Но люди-то понимают. И люди идут. Их пытались запрещать. А они уже дошли до самого востока. Это так легко принимается. Но если бы они ничего больше не делали, а точно по этому уставу на русском языке, я не против. Но там еще что-то добавляется. Я настраиваю вас на семикратные дни молитвы. Молитесь об этом. Чтобы как-то живая струя живого Слова Божия проникла в православие. Я стою на площади. Открытие памяти Кикериллу Мефодию в Москве. Выходит. Все это подготовлено. Там высокая трибуна. Патриарх Алексей Второй. Я смотрю. Сколько он говорит? Допустим, 20 минут. Слово Библии ни разу. Это люди пришли Библию и принесли нам. Перевод-то был уже. Слово Библии скажи ему. Евангелие что было? Не слово. А когда стал говорить, один священник другому после этого еще встречается с патриархом. Тоже, когда патриарх выступает. И говорит, смотри, 15 минут. Слово Христос ни разу не произносится. Вы откройте послание к Колоссинам. И только в одной главе вы найдете, он упоминает слово Христос. Он, Его до 50 раз. А мы за 50 лет ни разу не услышали, что имя Егова. Это мы только здесь слышим-то. А это больше 7 тысяч раз встречается в Библии имя Егова под именем Господь. Это перевели его. А прямо Егова 8 раз. Ну мы должны все-таки когда-то слово Божие на первое место поставить. А почему? 12.48 в Ангеле Триана. Господь говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить. Вот с этим мандатом мы и явимся. Оно будет судить. А теперь все в руках и задрожало. Я сегодня посмотрел. Вот мы, Деяния апостолов, в лагере были, у нас братья были, решили, я говорю, давайте медленно-медленно считать будем. 28 глав. Мы ни в одном стихе себя не могли представить. Это не наше. Если я буду делать так, меня еретиком и раскольником как угодно назовут. Сектантом. Мы считаем по-русски. Синодальный перевод. Ну можно это ввести. Я ни к чему не призываю, только семикратные молитвы в день. Не может быть, что Бог не услышал. Это наша жизнь, наши дети. Здесь-то вы с детьми вот сейчас установили, кто будет вести. Там пять человек у нас есть. Готовьтесь к этому. И все по-русски. Дети-то хоть маленько что-то понимают. Если они не понимают ничего, то спрашивать нечего. Активности нет. И мы сами последний раз, когда были на Благовестии, когда выходили раздавать эти красные Евангелия, где написано по благословению патриархи Кирилла. Когда? Теперь слушайте еще внимательно. С вами встречается сейчас какой-нибудь сектант, он вас десятерых расколотит один. Почему? А вы неподготовленные. Мы сейчас переходим к противосектантским материалам и ведет их Виктор Николаевич Савченко из Франции. Ну мои материалы, я ему скину. Это второй том, открытый мохом, там где-то. Мы уже одно провели. Сегодня он будет в восемь часов. Восемь. Сергей Павлович ведет с шести сегодня, а он с восьми. Только заканчивает этот, сразу начинает. У него четверг, воскресенье. А здесь он ведет по блаженному фефилакту. Среда, пятница, воскресенье. У нас достаточно. Все-таки пять по пиру, здесь занятия идут. Воскресенье шестое. Шесть занятий по Библии. Нас уже никак нельзя отнести к тем, о ком я ратую. Мы слышим это. Я вопрос задаю. Кто хочет быть твердым бойцом и, ну, знать, как объяснить, почему у нас иконы. Притом, беседы необычно там построены. Не победы добиться над еретиком, а еретик нападает, как бы, на нас, или претензии ставит. И как мы должны ему отвечать? Не мы нападаем, ты проклятый там, рогатый приехал с Америки. А никакого не оскорбления, ничего нет. Он говорит, место Писания очень, я с ними беседую, у меня опыт не два дня. И они приводят места Писания, которые прямо об этом говорят, но не об этом. Но говорить не об этом совсем. Вот, допустим, священцы должны быть. А мы все священники, цари Богу. Ну, 1 глава, 6 стих, откровение 5 глава, 10 стих. Что должен православный ответить? Мы все священники, цари Бога Всевышнего. Все! Нам зачем отдельно священник, которым сходилом? Что отвечать? Кто знает? Подними руку. Итак, вы еще в первый класс не пришли, подготовительный курс. Ну, поднимает, кто знает. И дальше православный отвечает. Исход, 19 глава, 6 стих говорит, «Вы у меня народ, избранный священство святое». То есть, весь израильский народ священство святое. Народ. А отдельно избранное колено Левиина. И кто сделает подобное, как состав, да будет предан смерти. Кто начнет руку полагать сегодня, не будучи тем, предан смерти. Теперь покажи ему. Я беседовал с ними. И скажу, они Писание знают очень и очень плохо. Вот в одном месте мы беседуем, они заинтересовались, и тут же и Пископ, Старший Пресвитер раньше назывался. И мы собрались. Вот такие столы сидят. Молодежь, вся молодежь. Говорю, я первый. В эти места. И главное, это священство. Какие вопросы были? Я ответил. Тогда этот, который Старший Пресвитер, его Владимир звать. Он говорит, «Ну что, надрали нам задницу сегодня?» Так, кто с этим не согласен? Встаньте, не один. Он говорит, «Я перехожу в православие». Это не наша вера, которую мы держим. Это зарубежное, все американское, не златоустыничаю. И вот в этой книге, для слова Божия не туз, когда допрашивали, мои оказались, пленки у него, ну и каким-то образом кто-то сказал. И он допрашивает, «У меня отняли пленки, для меня это такая потеря». Он говорит об этом здесь, найдите его. Вы увидите, и как он об этом говорит. И главное, писал красными чернилами, и столько он высказал поддержки. Атеистическое все это кончится. Бог не к этому призывает. Но видно, что Писание знает. И к крещению преподавствует отец Геннадий Паст. Одна беседа. Но беседа, значит, на каждый выстрел надо точно знать, откуда стреляют. И пулю направить в сторону. А не стреляет, энергетика, как говорят, направила в другую сторону. Так и здесь. Сегодня в 8 часов вечера начинаются занятия. Эти самые, о чем я говорю. По интернету, по скайпу. Дальше там будет о священстве, о церкви, почему мы Божью Матерь восхваляем, почему мы иконы имеем, что это означает. Притом, об иконах там тема разбита, кажется, на 5 или на 6 этапов перехода. Когда впервые появилась стенарский период, как Лавелонская башня была, с такой подробностью, я беру за основание, Кальнев был такой, миссионер, Кунцевич, большие журналы там, ревнитель были, я на них воспитывался. Там моего совсем мало. Я беру то, что там есть. Как Андрей Кураев, когда стал говорить, вот о мощах я говорю, Игнатий, он говорит, он не свое говорит, он целые пласты, забытые, нами поднял. И поэтому мои книги, вот эти вот все, они на рассмотрение. В 3 или в 5 центральных отделах Московского патриархата. Отдельно в Атоссоне были монастырь в Одессе, и оттуда профессор занимались, Дворкин занимался, главный сектовед называется. Потом отправлены в Киево-Печерскую лавру. Это уже 2 года там. Повторяю, за 15 лет, как первая книга вышла, ни одного слова нету. Мне. Ворщание где-то там. А почему? Я спрашиваю, почему? Ответ, они же что, самоубийцы? Им важно, чтобы вообще их не вызвали. Я говорю, давайте, выйдем по скайпу, будем беседовать. Я буду спрашивать, а вы ответьте, почему народ не знает Слово Божие? Почему сектанты учат, а вы не учите? Кто у адвентистов седьмого дня был? Помните, как они что-то называют? Они сидят там бабкой, ну, человек 50, только шорох стоит вот так вот, листают. О царе они тогда говорили. Да? О царях царей. Кто у нас будет листать Библию? Кто пришел в Библию на богослужение? Даже на эти занятия каждое воскресенье идет и много ли вас остается? Что, торопитесь домой? Ну, рано или поздно там все кончится. Сейчас тема такая разбита, я потом скажу. Афурцева, Екатерина Алексеевна, вы знаете, министр был культуры 14 лет. Ну, и считается, она покончила жизнь самоубийством. Сколько она сделала добра, какая она была. И она нападала сейчас на нее. Я вижу, она была права. Она отрезала выход за границу Высоцкому, когда он со своей женой развелся, к Марине Владе. Я ее понимаю. А зачем ехать, когда своя жена здесь? Ну, и выступают один за другим. Там артисты выступили как-то какое-то золотое, там называется, диск или что-то. В Крыму тогда было. Собрались все. Там и Кобзон, там и Антонов, Юрий перечисляет. Муслим, Магомаев, то есть свет советской культуры, сказать где-то. И речь шла об эстраде. А она везде присутствовала. Простая работница, постепенно поднималась и уже она в ЦК партии была, там президиум была, потом ее оттуда и поставили министром. 14 лет. И когда цветы дали, кому загуляем, чтобы он поднесся, я Антонов, святые, там лучшие цветы нашли, говорит. И она, говорит, цветы взяла, говорит, небрежно бросила в сторону. И стала говорить, мне стыдно за вас всех. А мне, говорит, мы так и опешили все. Самые лучшие песни пели, эстрадные. Мне стыдно. И стала говорить, чем вы занимаетесь, что вы даете. Раз же нашему народу такое нужно. Ну и она-то выступала, у нее помощник был, я несколько моментов только. И он ей сказал, а что на Западе, там догола раздеваются, да и прыгают, и то другое. Ну она это сказала. И она, которая сейчас выступает, там, сейчас в интернете прямо, она как раз участница была. Я тогда сказала, она говорит, вы слушаете, говорите, она говорит, что вам сведения не точно поступили. я там была на этих галоконцертах, на всех, там нет. Под конец там бывает, последнее выступление, бывает вот и одежда, а дальше это называют всемирные, известные там композиторы, певцы. Она сразу на этого, на своего помощника, ты что делал? ты-то меня в какое заблуждение так ввел-то, ты думаешь или нет? Что, я виновата, я не разобралась, она ему поверила. А тот скорчужился, говорит, перед ней где-то. И тут же они все это переиграли. Она говорит, вы не эти все, мне нужно поговорить с этим человеком. Ну куда они? Никуда, мы стали танцевать, один там стал играть, там что-то Бенховена или это. Что она ему говорила, простая женщина, это можно многим послушать. И они говорят, мы сразу переиграли все, цветы другие уже приготовлены были, и поднес, мы знали, она больше всех любила мыслима Магомаева. И он к ней подошел. И тогда она стала говорить совершенно в другой тональности, но вы меня поняли, я для чего это вам сделала. Вы же талантливые люди, ну зачем вы это берете? И теперь выступает Иосиф Кобзон, еще когда живой был-то. И все это говорит. И она несколько раз такие, за что ее обвиняли, ну я много времени потратил, это увидел, и вижу, она и здесь права. Еще где-то, она не везде права. Она Растроповичи растрепала, которые за то, что у них Солженицын скрывался там на даче было. Он выехал, и нет. Это один момент, который, ну явно не так. А она думала, как? Тогда было как? Чтобы коммунисты не были богатыми. А дочка наставила дачку построить. И она там не утерпела, она же получает деньги. Так где-то заняли, взяли в кредит и построили небольшую дачу. На этом решили ее подловить. За свои деньги. Поставили условия. Или ты даром отдаешь дачу в Центральный комитет, значит, или с позором уйдешь. Она отдала, но это не помогло. Через три месяца они снова приняли за нее. И там столько всего ты можешь узнать. Храма ни одного она не построила, к Богу не ходила, не приближалась, а два раза вены вскрывала себе. Это то имя, которое звучит сейчас здесь. Наши, ну, нашего возраста люди знают, кто она была и как. А если бы она Бога знала при таком таланте общения, сколько открыла она театров, показано, так просто удивительный труд человек делает, а все никуда. Мы работаем, мы трудимся, а для Бога или нет? Если мы занимаемся для Бога, я шлифую свою душу. Если мы молимся, мы для Бога. Но для себя имейте в виду. Надо молиться. И в тихий у нас все время больной, это тоже больной. Теперь я об этом все время говорю вам. Заголовок один был, это уже для улыбки. Новосибирский один. Честное слово, газета, и там написано «Раздухарился на полтора миллиона». Заголовок такой. Раздухарился. Что он? Залез этот парфюмерный и на полтора миллиона набрал этого, а его поймали с духами-то. На полтора миллиона раздухарился. Понятно? Это не нужно. На что никак нельзя? Ну, есть, конечно, мера какая-то. О чем брат сказал? Просто надо подумать. Все это химия и вредно, в первую очередь, вам. Напрасно вы за ушами трете. Нормальный запах человеку Бог дал. Вы сами подумайте. Не подумайте, что я хочу вам нагрубить. Каждый из нас своего рода маленький биотуалет. И все закрыто. В бутылку смотришь, где-то что-то протекло. Ничего не протекает. Ничего не... И все нормально. А какая оболочка-то всего-то там? И какую пищу не ешь, каким ты ее светом не глотай, в один свет и в один запах перейдет. И златоус об этом говорит. И говорит, Бог как устроил. Человек, когда ест пищу, чтобы видел, радовался. А когда освобождается, сделал, говорит, сзади, чтобы никто не видел. И когда ходит человек, это естественно. А когда перепьет, тогда ему изо рта вверх иммунизм идет. Это противоестественно, делается противно. Не пьянствуйте. Даже это объясняет. Василий Великий объясняет внутреннее устройство человека, ну, конечно, от начала до конца, весь кишечный, желудочно-кишечный тракт. И как все мудро, умно и трудно излечимо. Деда Хасана стреляли, порвали, не могли вылечить. Это же самое у япончика, как его фамилия там, Иваньков, кажется. Так, берегите кишечник. Спрашивает, чем болеешь? Ничем. У меня хороший аппетит и все переваривается. А остальное второстепенно. Батюшка вчера звонил. Спросил кое-что, где молитва монастей находится. Ну, молитва монастей. И где находится. Я говорю, четвертая книга царь, вторая параллельпоминанты. Посмотри. Володя откинулся сразу, нашел там 36 глава, кажется. И там она... После 23, по-моему, глава. Да. Но она у нас вошла даже в наши кони, не канонические книги. Я ему сказал, я одну страницу не долистал до нее. Ладно. И поделился, как он, видимо, закололи барана висит. И как жуланы слетелися. А дятел прилетел и прогнал их, а не стал их. И он таким клювом поел. Ну, я думаю, ты же не обвиняешь, батюшка, так пускай поедет. Поделились, у кого сколько жуланов. Батюшка, здоров. Благодарение Богу. Хорошее было общение. Все у меня. Итак, следом постопение. Занятие. Да, брат. Всех благодарю, братья, за участие в моей жизни посредством молитвы. Слава Христу, видим тебя. Я считаю, почти здорово. Попробуйте дальше. Я считаю, что я не больной, а просто как это у Горького есть такое, дед забегает домой, говорит, бабка нас Бог посетил, горим. Это дед Горького. Вот я тоже считаю, что я не больной, просто Бог меня посетил и проверил. Любя. Меня, жену мою, что она там паниковала, бегала там, ну и всех нас. Поэтому всех благодарю, братья. Барать сегодня, да. она походит, у нее кашель. Ну, то есть, вот, а там уж как повезет. Спаси Христос всех. За мобилацию, спаси Христос тебя. Я хотела спросить, Игнатия Тихоновича, о молитве. Меня вот это беспокоит очень. Вот, допустим, ваша молитва, я молюсь, какую вы дали, молюсь все время. Но, вот, допустим, 12 часов, в 3 часа мы как-то встаем, Мария, Яковлевна так молится, Галя так молится, мы встали. Но, я в 12 часов встала, я от души, вот, помолилась, ну, ну, все, вот как, не знаю, все. А дальше, через полтора часа, получается, как бы машинально уже начинаешь молиться. Уже вот такого откровения, вот такого чувства у тебя нету. Как? Не касается сердца, да? Да. Вот, ну, как ты будешь, вот, ну, каждое полтора часа. Да, 7 часов, я попробовала, один раз, кое-как получилось, так 7. 7 раз почему-то не получается, еще 5-6 получается, 7 почему-то не это. Ну, как вот это вот, объясните, вот я не понимаю, или от души, когда помолишься, вот, со всей душой, или, а дальше как, механически получается, просто. Мало скорбей просто у вас, поэтому так пока нету скорбей. Вот, когда Давид молился, почему 7 раз там? Вот, это же причина есть, почему. У него со всех сторон гвоздали его, то дети, то сам себя гвоздал. Господь всегда посещал его, и все, а у вас поменьше скорбей. Поэтому, без желания молитесь, ну, молитесь, продолжайте. Я бы, я не принимаю слова брата объяснение его. Я бы сказал так, Татьяна Кузьминична, что Господь видит ваше намерение, и ваш труд. И вот такая молитва, которая идет от сердца, когда вы со всей вот, открытостью, и со слезами, и все вот это, вот, что называется, полностью в молитве, это дар Божий. Это, это его заслуга, а не ваша. А когда вы преодолеваете сон, преодолеваете вот это чувство, что вы не можете молиться так же, как в первый раз, это больше, большая заслуга пред Господом вашим. Игнатих. Так, ну, я отвечу на этот вопрос. Про эти навыки, практика. И просить надо. Я вам рассказывал, как я просил у Бога дар слез. И как Бог устроил, все так. Я полюбил Слово Божие, а Библии-то у меня нету. Меня пригласили, там, где я обратился, в Савенсполсе. И они сказали, что ждут брата там с Ленинграда, и для него Библию сумели достать. Библию, ну, 66 книг там, она не такая большая была. Я ничего не думаю, а у меня отпуск. А когда на корабле, то там же ты никуда, суббота, воскресенье, и накапливаются дни, которые там работал, называется навигационные, и отпуск там полтора месяца. Я готовлюсь домой поехать, а Евангелие Тиана у меня уже есть. И в это время один брат встал и сказал, поступило известие, что тот брат не приедет. А уже собрались люди. Ну и дальше сидим. И в это время еще один встал, а это 50-ники были. Я не 50-ник. Они знают, что я православный, у них уже я проповеди говорю. И он говорит, мы решили брату, братику этому, мне 23 года, подарить эту Библию, раз тот не приехал на меня. Они не знали моей жажды. Я Библию там взял, и все, я помню, все, в коридор вышел, одежды много висит, но обыкновенная коммуналка где-то. Я в одежду еще-то уткнулся, и больше они меня не видели. Я все весь вверх стоял, и плакал, и плакал. Как был близко. Как у меня Библия есть. Я теперь буду говорить. Я там, наверное, чемодан только писем послал. Это, вот о чем говорит сейчас брат, это все одно и то же. Это опыт. Вот только начинаем мы, что-то делать. В это время раз нам звонок. У нас такая-то беда. Там то-то, то-то, или что-то. Вы знаете, все, что у нас, ничего больше мне не спрашивайте, что я скажу. Виктор и Лариса, я правильно понял, Алины, сын, они сейчас в дальнем путешествии, и просили помолиться. Помолитесь, ничего не говоря Богу, кроме о сохранении их. Вы знаете, как он мне нужен. У меня буквально половина работы на нем висит. Не приведи Господь потерять его для меня. И они поехали и позвонили сразу в аэропорту уже, видимо, далеко, заграничное. Так что, молитесь. Молитесь, и потому, что он нам дорог, и как-то, помните, что он мне супер дорог. Потому что я в интернете, а в этом деле кому-то не дозвонишься, что, а он сразу. Ну, еще у меня вдруг там отрубило здесь. Оказалось, модем куплено на другого человека. Кто покупал, на того делается. Витя заказывал, а покупал Роман. Он на Романе, тот на Украине. У меня все это вырубило, и Виктор сразу все это проверил меня и говорит, надо новым покупать. А кому доверяете? Я говорю, так ты купи. Нет, на Сергея, кажется, на тебя купили. Ну, теперь рядом человек-то. И я тут ошибку еще даже допустил. Кто поехал туда в этот день, а до вторника нет, это воскресенье, кажется. А тут, видимо, Василиса приехала, и Евгений решил ее повезти. И мне сказали, у нас отношения совершенно никакие. Я тогда к Людмиле, Людмила, попроси, чтобы он заехал. Виктор уже договорился к нему заехать. Вот как развивается все. Что его отношение ко мне супер негодное. Он меня и сатаной в интернате, и там что только не делает, говорит. И я знаю, что ему нельзя дать никак. А она взяла все на себя и сказала, и прислали. А потом мне и выговорила, вы о нем думайте так, а он все это сделал. Виноват. Я брал то, что утром было. А вот даже ни слова не говоря взял. И в этот день мы на кладбище были там сколько лет, 7 лет Иосифу исполнилось и заказ. И она все. И так она мне не отдала еще. А сначала, что требуется там ее зафиксировать, я все сделала и дала. Я уже ночью вышел в ЭПИР. Мне нельзя не уходить. У меня полдня нету. И уже в ЭПИРе с разных стран и везде, где вы есть, вы бы знали сколько. Вот сейчас у меня только 27 тысяч подписчиков. 26 миллионов просмотров. Миллиона это много. Ну мы никакие. И почти на каждый ролик есть отрицательные. Злобные с матерками. А другие внизу пишут я впервые увидела это. Это нам изменило путь. Мы пришли к Богу. Там и мусульмане, и евреи. Мусульмане там с таким восхищением, что сказали о Христе, там вора поймали, я молюсь с ним. Вот и начинают там меня губернатором, президентом именовать это. Мне это не надо. Я благодарен всем программистам, которые были здесь. И Саша Загуляев, и Алексей Загуляев. Но сейчас как-то в отдалении все это не рядом. А он рядом. И он уходит домой сейчас, и оттуда берет управление, и у меня на компьютере, я гляжу, только ходит курсор где. И он все сделает как надо. Помолитесь. Я говорю, пенсионеры особенно, помолитесь хотя бы дня три, по семь раз. Выберите время, вы тогда поймете, почему я так беспокоюсь об этом. Тебе не надо чувства. Чувства наши Бог не спрашивает. Мы боремся, а как Он даст. Он мне дал. Дал, да и еще я, может, не совсем правильно воспользовался. Знаете, как сказка есть такая, горшочек в горе, а каша идет по улице уже, а он не может не знать, как остановить. И у меня было такое, я молюсь, у меня уже организм обезвоженный, а мне все новые люди приходят на память. И тут я молюсь и об этом, и об этом. Из молитвы про события трудно. Кто бы не позвонил, я его приглашаю скорее на молитву. Мне ну, со всех сторон молится. Я Австралия, Америка и до Португалии. И поэтому я все время занятый. А возраст определяется твоей востребованностью. Вы когда-то на мой возраст, может, попадете, если доживете, то вы поймете, вот эта подготовка, я в возраст стой, не могу вступить. Это я внешне это не то совсем. Я ложу каждый день голубям с птицами и с людьми, какие бы они ни были где-то. Это Бог дал мне этот дар. Я не чувствую своего возраста. Ну, где-то же я умру все равно. но дело Божье. Вот что я вам хотел сказать. Начните прямо с сегодняшнего дня. Три раза помолитесь. Я говорил, три святое и сто поклонов. А завтра начните уже пять или семь раз. Можно вопрос? Игнать Николаевич, под процентом деньги давать грех евреям говорится и язычнику гоем давай а своим не давай. А своим без процентов давай. Ну вот у нас многие пенсионеры деньги положить на кассу тебе охота? Мне не охота, меня мама на это подбивает. У меня скопила сумма, дай мне, я положу проценты и через три месяца семь процентов. Богу дай обещание. Все, что под проценты я раздам. До копейки. Мне подарили, я рассказывал вам, приехал человек слушай, не отвлекайся, приехал человек и говорит, я был за границей и пришел и говорит, мы с женой договорились дать вам деньги. Но это не два рубля, уже определили на сто восемьдесят тысяч. Я положил и забыл где. Они говорят, мы никого не знаем, кто был лучше, распорядился деньгами. Оказалось, что хуже никого нет. Но я уже заранее сказал, если, ну, а я знаю, где два места где-то надо проверить, места не хватает где-то, то они пойдут все в фонд роботом. В руки им никогда ни рубля не давать, запомните, никогда. А все это как по совету. Я эти туда вложу сразу, в тот же день. Я перед Богом сказал, это Господи, я и так-то бы отдам у другое место, а теперь только в один. У меня сейчас других вопросов нет. Я сказал, у них должна быть семизначная цифра. А откуда не знаю, я каждый день доставляю объявления. Так что... Можно я по этому поводу вот, Сергей, начал? Могу я деньги дроботов также открыть вклад с процентами? И все проценты пойдут им... Про это я не знаю. Помолитесь, подумайте. Решайте все вместе. Я говорю лично, конкретно, человеку. Если бой отдавать можно, то и давайте им гоем дадим, они нам с процентами эти гои вернут. Мы евреи... Там есть склады, но дело в том, что там... Не знаю, это целый потверь, это не 2 рубля, а какая-то эвпуляция или переменная дебина... Да, я могу говорю, а если пропадет? А она, место писания говорит, ну как, Господь же говорит, чтобы... Притча о талантах-то она мне приводит. Он же хочет, чтобы с прибылью все было. Что ж ты это деньги-то в оборот не пустил? Вот давай пустим в оборот, прибыль будет... А прибыль... А прибыль это... Тут не надо забывать, прибыль для Господа идет. Это его все. Я могу ответить тебе, я не могу уже, потому что... Песнопение, занятие... Достойно есть от кого истину, блажите Тя, Богородицу, пресно блаженную и пренепородчую, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и шламнейшую без помненья Серафим, без истления Бога словородчую, сущую Богородицу Тя величай. Аминь. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, а внутренний распри от беззакония, которое втайне. Останови делающие зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истии, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаятся в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведную суду Твою над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое изречено Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Егова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а ва отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Смотри, ты стоп, поворачка. Ну, что, брата. Стащи аппарат. Здесь два сфера. Ну, это.